Сюрприз Повар на дому Привет, я Кертис Стоун. Сегодня я получил классное видео от одной девушки по имени Лиза Кертис. Недавно у этой девушки были большие проблемы со здоровьем. Ее сестра всегда была рядом с ней и поддерживала ее. А теперь Лиза хочет отблагодарить сестру, приготовив ей вкусный обед. Вот это видео. Привет, Кертис. Меня зовут Лиза Кертис. Около пяти лет назад мне делали операцию на сердце. У меня есть сестра-близнец. То тяжелое время она прошла вместе со мной. Она не отходила от меня ни на шаг. А я до сих пор сполна ее не отблагодарила. Думаю, ваша программа сможет мне помочь сделать для нее небольшой сюрприз. Разве это не потрясающе? Они близняшки. Сегодня их день рождения. Мы следим за их домом. Тут за углом. Лиза собирается покататься на мотоцикле. Сделаем ей сюрприз. Все сюда. Готовы? Не может быть! Лиза! Подождите, я заглушу мотор. Привет! О, Господи! С днем рождения! Спасибо! Как дела? Прекрасно! Я в шоке сейчас. Итак, очевидно, это твое видео. Круто! Это невероятная история. Да, она помогала мне. А сейчас? Как ты сейчас? Ты полностью выздоровела? Меня постоянно обследуют. Конечно. Нужно вести здоровый образ жизни. И держать себя в форме. И это, конечно же, будет главной идеей нашего обеда. Еда должна быть не вредной для здоровья. Все продукты, да это круто, полезные. Я поблагодарю свою сестру этим обедом за ее поддержку. Конечно. Осталась только одна маленькая проблема. Это приготовить обед. Что? С днем рождения! Спасибо. Устроим крутую вечеринку. Отлично. Что любит Лори? В основном она ест все. В смысле, из полезных продуктов. Может быть, приготовим какой-нибудь суп? Отлично. Нужны будут маленькие помидоры, шпинат, манго. Думаю, все будет великолепно. Да? Да. Жарко сегодня. Наверное, приготовим холодный суп. Было бы неплохо. Становится очень жарко. Как насчет праздничного пирога? Ой, это замечательная идея. Отлично. Мама для нас всегда пекла пироги. Он должен быть синим. Синий пирог. Мама всегда делала разноцветные пироги. Для меня красный, а для Лоры синий. Беру пирог на себя. Хорошо. Займись пока своими делами. Отлично. Увидимся через час. Круто. Вы только посмотрите. Мне это нравится. Нужно в магазин. Пока Лиза выбирает подарок для своей сестры Лори, я заеду в магазин и куплю там все необходимые продукты. Сейчас мы наберем продуктов для нашего праздничного обеда. Нам нужны ингредиенты для пирога. Лиза сказала, что один пирог должен быть синим, а второй красным. Обычно мы не готовим разноцветные пироги, но не сегодня. Для окраски нам подойдут только натуральные продукты. Так, для синего попробуем чернику. Можно делать торты совершенно невероятных цветов. Красный – малина. Пойдемте поищем продукты для салата. Сегодня я хочу сделать прекрасный салат, чтобы девушкам он понравился. Мне нужно манго. Думаю, шпинат – это то, что нам нужно. Для салата лучше покупать молодой шпинат. Этот пучок выглядит неплохо. Еще нам не помешает курица и немного маленьких помидоров. Теперь наш суп будет полезным, питательным и вкусным. В сегодняшнем меню – охлажденный суп гаспачо. На второе подадим питательный салат из молодого шпината и нежного куриного мяса. А на десерт – божественный праздничный пирог. Итак, мы взяли все, что нужно, осталось только расплатиться на кассе. Привет, приятель. Привет. Как поживаешь? Отлично. Как ты? Я тоже. Порядки. С тебя 75,29. Спасибо. Приятного дня. Теперь у нас есть все необходимые продукты. Вернусь к Лизе, и мы начнем готовить праздничный ужин. Я все привез. Продукты выглядят неплохо. Эй, привет, заходи. Ты отлично выглядишь. Где кухня? Прямо здесь. Великолепно. Начнем с пирога. Хорошо. Ты когда-нибудь его пекла? Вскрыть коробку, добавить воды, размешать. Так? Понятно. Так мы не станем поступать. Все, что нам нужно, это смешать несколько ингредиентов. У нас измельченный сахар и мука. Так? Так. Немного соли. Придется просеять все это вместе. Хорошо. Для начала отделим яичные белки от желтков. Разбей несколько яиц. Так. А желтки собирай вот сюда. Хорошо. Пирог должен быть светлым и действительно вкусным. Да. Итак, ты знаешь, как разделять яйца? Да. Отлично. А сейчас расскажи мне, как ты попала в больницу. У меня не было никаких симптомов. Иногда посещала гинеколога. Появились какие-то шумы в сердце. И меня отправили к кардиологу. Так. Оказалось, что мне необходима операция. Вначале моя сестра всегда ходила со мной к кардиологу. И что за операцию тебе пришлось перенести? Операция на открытом сердце. У меня был замечательный хирург, который заставил мое сердце работать. Без пересадок. Наверное, ужасно услышать. Вам срочно нужна операция на сердце. Да, особенно, когда вам 36. Мы пережили кошмар, но постоянно пытались улыбаться. Постоянно. Это невероятно. Да. Хорошо. Нам понадобятся не все белки. Нужно всего лишь три четверти этого стакана. Примерно столько. Великолепно. У нас есть белки. Следующий шаг. Это сделать ванильный сахар. Это ванильная веточка. О, какой сладкий запах. Разве не прекрасно? Все, что нужно, это надрезать вот так и извлечь все содержимое из ванильной веточки. Лучше делать это с помощью ножа или скребка. Видишь, все осталось на лезвии. Добавим ваниль в сахар. Смешаем все пальцами. Дальше. Просеем измельченный сахар и муку. Нам понадобится один стакан муки и один с четвертью стакан измельченного сахара. Просеиваем. Немного соли. Теперь нужно взбить яичные белки. Хорошо. Яичные белки становятся прекрасного белого цвета, когда их взбивают. Осталось только включить блендер. Красота. Отлично. Давай я, попробуй. Мне нравится. Да? Итак, мы немного взбили белки, они стали воздушными. Теперь добавим сахара. Видишь, этот сахарный хвостик? Он немного изогнутый. Да. Отлично. Теперь нам нужно смешать все ингредиенты вместе с яичным белком. Хорошо. Сейчас ты будешь все перемешивать. Нужно будет так делать постоянно. Понятно. Немного подвинься. Хорошо. Давай перемешивай плавно и медленно. Так. Сейчас я пересыплю муку. Смешиваем плавно и медленно. Вот в чем главная хитрость. Отлично. Итак, мы все перемешали. Превосходно. Очень вкусно. Итак, наше взбитое тесто готово. Теперь мы разделим его в две формочки. И у нас получится два совершенно разных пирога. Сладко. Перельем тесто. И еще немного. Поставим его в печь на 350 градусов. Чуть-чуть потрясем. Поддержи, пожалуйста, дверку. Спасибо. Вот сюда. 20 минут, и все готово. Повар на дому. Сегодня в Южной Калифорнии Лиза Кертис готовит сюрприз для своей сестры Лори. И пока праздничный пирог стоит в духовке, мы продолжаем. То, что мы будем готовить дальше, называется охлажденным супом с помидорами. Отлично. Суп гаспачо. Звучит неплохо. И мы начинаем с лука. Нужно срезать обе стороны. Вот так. Теперь займемся перцем. Нам нужен огурец без кожуры и без косточек. Я покажу, как это делается. Разрезаешь его, а потом все оттуда убираешь. У нас есть большие томаты. Они все разной формы и разного цвета. Вот прекрасный темный помидор. Посмотрите. Отлично. Нам нужен еще один. Разрежь его. Добавим немного томатного сока туда. У меня есть прекрасный стопроцентный томатный сок. Преимущество этого сока в том, что в нем маленькое содержание натрия и калия, и поэтому у него натуральный вкус. Налью его побольше. Теперь зальем все куриным бульоном. Добавим чеснока. Еще помидоров. И, наконец, красного перца. Побольше перца. Один из способов добавлять меньше соли – это добавлять больше специй. Немного кориандра, тмина. Еще нам понадобится корка черстого хлеба. Правда? Можно ее срезать с этой булки хлеба. Получится очень вкусно. Практически все готово. Осталось добавить красного вина. Почему бы тебе не полить вином наш суп? Сейчас полью. Еще немного. Теперь я мелко порежу корку и смешаю ее с нашим супом. Сейчас мы сможем замариновать суп настолько, насколько нам нужно. Если потребуется на день, то замаринуем на день. Если на пять минут, то сможем и на пять. Итак, все практически готово. Отлично. Суп должен быть жидким, поэтому сейчас мы его измельчим. Жидким. Похоже, это лори. Парни, быстро, быстро. Тихо, подожди. Готово? Сюрприз! Привет, Лиза! Все в порядке, Лори. Она убегает. Привет, с днем рождения. Спасибо. Ты знаешь, кто это? Догадываюсь. Лори, меня зовут Кертис Стоун. Как дела? Кстати, с днем рождения. Спасибо. Твоя сестра отправила нам видео, в котором рассказала, что несколько лет назад у нее была операция на сердце. Так. Также она рассказала, что ты в то тяжелое время поддерживала ее. Твоя сестра попросила нас отблагодарить тебя. Я проголодалась, и вкусный обед стал бы отличным подарком. Отлично. А все эти ребята будут только наблюдать за тем, как мы обедаем. Привет. Проходи, позволь мне угостить тебя вином. Итак, пока девушки пьют вино, я займусь приготовлением супа. Осталось его измельчить. Попробую. Далее охладим суп в морозилке. Мы не хотим его заморозить. Нам всего лишь надо немного остудить его, чтобы проявился его своеобразный вкус. Перельем в тарелки. Я всегда добавляю еще немного перца в суп. А потом в качестве украшения посыпаю кусочками огурца, зеленого помидора и перца. Сейчас я собираюсь посыпать всем этим каждую тарелку. Украшенные блюда всегда вызывают большой аппетит. И, наконец, осталась маленькая, но очень важная деталь. Оливковое масло. Добавление натурального оливкового масла придаст блюду незабываемый аромат. Я полью суп сверху этим маслом. Прекрасно. То, что нужно. Можно подавать к столу? Пошли. Итак, девушки. О, вот это сервис. Я могу привыкнуть. Было бы так каждый день. Да, было бы неплохо. Итак, мы начнем с прекрасного охлажденного овощного супа. Это суп гаспачо. Как раз то, что нужно в такой жаркий день. Великолепно. Наслаждайтесь. Спасибо. С удовольствием. Прекрасный суп. Сегодняшний обед начинается с охлажденного супа гаспачо. Твое здоровье? Здоровья, богатства и счастья. И побольше. Пришло время заняться салатом из курицы. Это будет самый полезный салат из всех, что вы когда-либо видели. Для начала нам понадобятся маленькие помидоры. Порежем их пополам. Пусть пока полежат здесь. Следующий ингредиент – это манго. Очистим от кожуры. Порежем манго на кусочки. А теперь пришло время замечательного куриного мяса. Я хочу приготовить его в панировке. Для этого нам понадобятся семечки кунжута. Они придадут мясу специфический вкус. Обмакнем мясо в кунжуте со всех сторон. Теперь, когда мясо в семечках, можно его готовить. Мы услышим, как семечки трескаются, когда начнем жарить мясо. Обжариваем мясо по три минуты с каждой стороны. Запомните, семечки кунжута – это панировка для мяса. С ними мясо приготовится намного быстрее. Курица должна получиться с восхитительным вкусом. Отлично, займемся украшением нашего блюда. Нам понадобится немного малины. Используем три-четыре ягоды. Пару капель малинового сока. Чуть-чуть, вот так. Используем мешалку и размельчим малину. Если полить салат таким малиновым соусом, то получится божественный вкус. У меня здесь есть виноградное масло, натуральное масло, которое нужно использовать в небольших количествах. Аккуратно добавляю немного такого масла. Все перемешиваю. Пару капель оливкового масла и перца. Итак, готов соус. Он прост в приготовлении, и у него прекрасный вкус. Проверим курицу. Выглядит отлично. О, когда видишь такую золотистую корочку, чувствуешь себя счастливым. Переворачиваем и обратно на огонь. Отлично, все почти готово. Осталось только объединить ингредиенты в одно блюдо. Высыпаем эти маленькие помидоры в листья шпината. Добавим манго. Польем сверху малиновым соусом. Вы только посмотрите на это. Получается великолепное украшение нашего блюда. Далее я возьму кусочки курицы и разрежу их вот так. Для начала листья. Потом выложим манго и помидоры. А затем курицу. Кусочки этой замечательной курицы разложим вокруг нашего блюда. Другой ложкой польем наш салат малиновым соусом. Вы только взгляните на это. Отлично. Посмотрим, что скажут девушки. Итак, как вам суп? Великолепно, спасибо. Пришло время второго. Сегодня у нас курица в подировке из черных и белых семечек кунжута. Курица с салатом из прекрасных свежих ингредиентов. Немного манго, маленьких помидоров, листьев шпината и малинового соуса. Прекрасно выглядит. Спасибо. Отлично. Наслаждайтесь. Спасибо. Вкусно. Очень вкусно. Сегодня на второе мы подали полезный салат из листьев шпината и кусочков курицы. Наверное, в меню будет три блюда. Ты еще не видела десерт. Жду с нетерпением. Пироги были готовы еще час назад. Маленькие, божественные пироги. У них прекрасный цвет. Добавим немного крема. Сейчас я попробую раскрасить эти пироги. Пока поставим их вот сюда. И эти маленькие кастрюли помогут мне приготовить разноцветный крем. В одной будет синий крем из черники, а в другой красный из малины. Это два любимых цвета девушек. Немного измельченного сахара, около двух столовых ложек или двух с половиной. Теперь поставим их на огонь. Поставим на большой огонь. Польем водой. Будем варить около пяти или шести минут. Чернике понадобилось шесть минут. Посмотрите на это варенье. Что я буду делать дальше? Возьму сито, маленькую тарелку и вылью варенье туда. Итак, очищенный сироп готов. Поставлю его в морозилку, пусть немного охладится. Он там простоит около пяти минут, а потом я его смешаю с кремом. Итак, берем большую ложку и перемешиваем сироп с кремом. Нужно тщательно все смешать. Очередь черники. Становится синим. Следующее, что предстоит сделать, это разрезать наш пирог на две части. Только посмотрите. Начну с черничного крема. Большую ложку на этот. Получается сэндвич из пирога и крема. Малиновый крем на этот пирог. И еще немного крема сверху на мой прекрасный пирог. А на этот малинового крема. Отлично. Посыплю еще сверху ягодами. Для красоты. Так, почти все готово. Чуть-чуть посыплю сахаром. О, какая прелесть. Пойду поздравлю их. С днем рождения. Загадываю желание. Одно желание для тебя. Ой, как вкусно. Как мило. Девушки, наслаждайтесь своим днем рождения. Надеюсь, вы получите большое удовольствие от моей стрепни. Наслаждайтесь. Спасибо. Увидимся, девушки. Спасибо вам. Пока. Съешь мой первый кусочек. Большой. Вкусно? Восхитительно. Для девушек на их день рождения мы приготовили божественные пироги. Я знаю, это наш общий праздник. Я должна поблагодарить тебя за то, что ты была рядом в трудную минуту. Прочти, что написано на открытке. Я не могу это прочитать. Однажды страх мне напомнил, что есть человек, который будет всегда рядом. Пусть наши сердца бьются вместе и никогда не остановятся. Я люблю тебя, Лиза. Спасибо. Я подарила ей ожерелье с тремя сердцами. Одно сердце мое, одно моей сестры, а третье – наше общее. Во время операции я впервые почувствовала, что мы с Лизой одно целое. Тогда я очень испугалась, что потеряю ее. Мы обе знаем, что есть связь между нами. Я тебя люблю. Я люблю тебя.